Неделя без горячей воды. С 29 июля в Павлодаре приступят к гидравлическим испытаниям. Заявки на получение соцвыплат больным диабетом принимают в областном центре. Более 300 вариантов работы предложили молодежи на ярмарке вакансии под открытым небом. Счастливчик. Коту, лишившемуся конечностей, смоделируют инвалидную коляску. Использовал искусственный интеллект вместе с этим, плюс моделирование, проектирование, немножко анатомию изучил, кошек соответственно, изучил какие уже были примеры таких колясок и спроектировал что-то свое. Спонсор новостей Аксусский завод ферросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков ферросплавов в мире. В Павлодарских многоэтажках неделю не будет горячей воды. 29 июля тепловики начнут проверять сети на прочность в южной части города. Завершить все гидравлические испытания намерены 4 августа. Однако, если обнаружат повреждения, работы могут затянуться. Важные подробности в первом сюжете выпуска. Тепловики сообщили, приготовить кипятильники следует жильцам многоэтажек по улицам. 29 ноября, Естая, Абая, Кривенко, Малойсер-Батыра, Камзина, а также в микрорайонах. 2 Павлодар, Восточный, Усольский, Дачный, Достык, Сареарка и в поселке Зеленстрой. Цель испытаний – выявление дефектов трубопроводов и оборудования тепловых сетей после ремонтов. Просьба в указанный период проявлять осторожность в местах прохождения сетей. По всем выявленным замечаниям и нарушениям, просьба звонить по номерам телефонов 570751 – это диспетчерская служба Павлодарских тепловых сетей и 626109 – эксплуатационный район. Энергетики дополнили. По окончании испытаний горячую воду в дома будут поэтапно подавать в течение месяца. Это, к слову, с учетом выявленных повреждений. Оселя Скирбекова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Павлодарец лишился глаза после того, как его ударил кулаком коллега. Конфликт между ними возник на территории рабочей базы из-за собаки потерпевшего. Сидела она не на привязи, а потому 34-летний обвиняемый высказал претензии. Словесная перепалка перешла в драку. Мужчина получил травму, но к медикам обратился лишь спустя несколько дней. Зрение пропало. Пришлось ехать в Екатеринбург на операцию, где окончательно удалили внутренние оболочки глаза. Сначала подсудимый вину отрицал, но после признал и даже возместил ущерб. Учитывая это, суд назначил ему 4 года ограничения свободы. О руководителе Департамента комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области и его заместитель уволены после коррупционного дела, сообщают официальные аккаунты телекомпании «Ирбис». В нашем обзоре социальных сетей самые обсуждаемые и горячие темы дня. 17 июня руководителя отдела Департамента комитета промышленной безопасности Тимирханова посадили на 3 года в колонию за получение взятки в сумме 1 миллион 300 тысяч тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности, говорится в публикации. Все хотят жить богато, но ЗП маленькое. Пожар произошел в медицинском центре, который расположен в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает в пресс-службе МЧС. Передает РБСТВ.КЗ. Внутри центра загорелись мебель и вещи, после чего пламя распространилось на 10 квадратных метров. Огнеборцам удалось ликвидировать горение. Кого из чиновников вы знаете в лицо? Спрашивает телекомпания «Ирбис» у подписчиков и вот популярные ответы. Они меняются, как перчатки. Каким образом будешь знать? Когда чиновник для народа служит, вынес свою лепту, его надолго помнят. Их очень много. С ЗП более 400 тысяч тенге. Акима области городом начальника отдела строительства по правам детей. Из депутатов Даримову и Буку. Даримов. 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 В Павлодаре принимают документы для выплаты пособия людям с диабетом. Нужно отметить, эту социальную помощь могут получить только инсулинозависимые больные. Другие подробности знает Александра Петрова. Единовременную социальную помощь людям, страдающим с сахарным диабетом, в Павлодаре оказывают не первый год. Но если ранее выдавали только больным с первым типом, теперь она полагается всем инсулинозависимым. Сумма выплаты 36 920 тенге. Чтобы получить деньги, нужно написать заявление в отделе занятости и социальных программ. Для подачи документов необходимо подойти на Кривенко 25, стол номер 3. Необходимые документы – это справка с ВКК, с поликлиники, с указанием данного заболевания и о наличии 20-значного текущего счета с банка. В 2023 выплату получили более 500 повладарцев с инсулинозависимым диабетом. В этом документы подали уже более 400. Специалисты подчеркивают, помощь выдают только раз в год. Те, кто еще не получили, могут обратиться в Упен Павлодар или по телефону 3257-80. Александра Петрова, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». После короткой рекламы вернемся в студию. И вот что далее. Таможня дает добро. Новые правила на перевозку груза в Россию. Срочно требуется ярмарка вакансий на набережной. Кибер-код в Павлодаре для безногого пушистика собирают инвалидную коляску. А еще впереди новости спорта и специальный информационный блог. Дождитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые пассажиры, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые авиабилеты на Авиасейлс Кейзет. Авиасейлс Кейзет. Поиск дешевых авиабилетов. Теперь, друзья, прямо на карте города. Можно встретиться спонтанно, если оказались рядом. Узнать, где ваши близкие прямо сейчас. И делиться эмоциями. Двагис. Твои друзья на карте города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТО «Прачечный комбинат АКУ» объявляет об открытии профессиональной химчистки. В комплексе используют новейшее и наилучшее итальянское оборудование «Италклен» и «Джи Дини». Профессиональный персонал и передовые химические технологии бережно почистят и сохранят качество ваших вещей. Предоставляются следующие виды услуг. Химчистка верхней одежды, шуб, курток, костюмов и свадебных платьев. Чистка различного текстиля, тюль и штор. По завершению всех манипуляций ваш предмет гардероба возвращается безупречно чистым и отглаженным. Кроме того, АКУ выполняет профессиональную стирку одежды и других изделий, дезинфекцию белья и реставрацию пуховых подушек. Осуществляется доставка. Заявки принимаются с понедельника по пятницу по телефону 66-61-61 с 8 утра до 17 часов. Новые требования на границе с Россией. Перевозчики товаров из Павлодарской области должны предварительно зарегистрироваться в электронной очереди. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов. Подробности в нашем сюжете. В этом году на границе с Российской Федерацией уже заработала система электронной очереди «Карго». В ней транспортные перевозчики заранее бронируют время и имеют возможность автоматически пройти проверку документов и накладных. А с 15 августа эту функцию запустят еще на 14 пунктах пропуска, в том числе и в Павлодарской области. С 15 августа будет внедрена система электронной очереди на таких постах, как Амангильды, Щербакты, Рултебе. При этом даты 15 августа – это у нас Амангильды, Павлодарская область, это Омская граница, Русская поляна, которую знают люди. Вторая дата – это 29 августа, пункты пропуска Щербакты, Рултебе. И хотели заранее всех предупредить, кто занимается перевозками, планирующим выезд с территории республики на территорию России. Таким образом, пересечение границы стало намного быстрее, говорят специалисты. А в налоговые органы автоматизировано поступает вся информация о передвижении грузов. Артем Буланов, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. О них нам сегодня расскажет Азамат Айтхалин. Азамат, здравствуй. Хочу записать ребенка в какой-нибудь кружок. Расскажи, это дорого? Привет, Артем. Услуги детских центров развития подорожали на 3,3%, а дошкольных учреждений на 5,4%. Здравствуйте. Об этом сообщают на сайте Energyprom.kz. Сильнее всего рост цен на услуги детских центров развития ударил по карманам жителей Мангастауской области, где удорожание составило 26,6% за год. Туркестанская и Павлодарская области – плюс 20% и 16,5% за год соответственно. Наименьший годовой рост был отмечен в Атыраусской области – плюс 3%. Услуги дошкольных организаций сильнее всего подорожали в Восточно-Казахстанской области на 16% за год и Павлодарской – на 13%. К другим новостям. Торговый дом Мега сменил местоположение и стал ближе повладарцам. Теперь он находится в центре города по адресу Естая, 77 в торговом доме Практик на Сокольном этаже. И если вы планировали обновить интерьер, сейчас самое лучшее время. В Меге с 22 по 31 июля действует беспроцентная рассрочка 0012. Порадуйте себя и родных качественной мебелью. Телефон для справок 20 40 30 8 776 033 40 01. В салонах Ральф Рингер объявляют скидку на весь летний ассортимент 20%. Но это еще не все. При покупке двух пар обуви – третья в подарок. А как вы знаете, производители уделяют большое внимание подошве и материалам. Все модели имеют анатомические колодки. Приобрести обувь высокого класса можно в рассрочку. Салоны Ральф Рингер расположены в торговом Тоби Тулпар Бутик 221, Артур 2 Бутик 356 и в старом Цуме Бутик 22. Также есть салон Ваксу в торговом доме Агидель Бутик 22. Готовьтесь к школе вместе с магазином Арзан. Там есть все – от бантов до модной и классической одежды. Можете быть уверены, вашему ребенку подберут неповторимый образ. Приятный бонус – скидка 10% за наличный расчет. А при покупке на сумму 50 тысяч тенге в подарок – рюкзак. Приходите по адресу улица Бухаржирал, 1 магазин Арзан. В Бутике Глазман также открыли школьный сезон и объявляют грандиозный розыгрыш. Уже по традиции условия конкурса остаются прежними. Купив школьную форму, на каждые 20 тысяч тенге вы получаете купон, который участвует в розыгрыше ценных призов. Главный – iPhone 15. Он будет разыгран уже 1 августа. Приходите по адресу улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом Сити Центр, 2 этаж. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера. Школьная форма Глазман. Качество проверенное времени. А незабываемый вкус лета из свежих овощей и сочного мяса создают в Кинзе. Это место с уютной атмосферой и большим выбором аппетитных блюд. Обязательно насладитесь их фирменными шашлыками. Кафе Кинза находится на Катаева, 24, дробь 1. Также действует самовывоз и доставка. Телефон 8701-916-5952. Завершение курс валют в Павлодаре. Доллар стоит 476 тенге, евро 516 тенге, рубль 5 тенге 50 тенге. У меня на этом все. Артем. Спасибо, Азамат. Ну а мы продолжаем. Сотни рабочих мест предложили сегодня Павлодарской молодежи на ярмарке вакансий. Она прошла под открытым небом у сцены Ертес Променад. Удалось привлечь максимальное количество тех, кто ищет достойную работу. Изучил рынок труда и Азамат Айтхалин. На ярмарке вакансий собрались представители основных предприятий Павлодарской области. 25 работодателей предложили молодым специалистам более 300 вариантов трудоустройства. Люди имеют прямую возможность в конце рабочего дня, проходя по нашей центральной набережной, Ертес Променад, посетить и подать заявки свои на рабочие места. Организовано это совместно с филиалом партии Аманат, молодежным крылом Жастар-Рухэ. Цель и задачи, конечно, рассчитаны в первую очередь на молодежь. На молодежь, которая сегодня вот именно ищет возможность устроиться на предприятие. У молодых специалистов была возможность найти работу как по своей профессии, так и попробовать себя в новой сфере деятельности. Каждый мог получить подробную информацию об условиях труда на ведущих предприятиях региона. В этом году закончил университет Турайверфы. Турайверфы по специальности экологии. Сегодня пришел в ярмарку вакансий. Нашел себе несколько вакансий по профессии. Теперь завтра буду пойти, собеседно пройти. Пришел сюда искать свою работу мечты. Вот хожу ищу, нашел пару вакансий, примерно плюс-минус нацелился. Вот еще тут много столов, которых надо обойти. Многие нашли то, что искали, записались на собеседование и готовы начать путь по карьерной лестнице. Азамат Эйдхалин, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». Довести до ума благоустройство детской площадки просят коммунальщиков, жители одного из павлодарских дворов. Современная игровая зона и турники радуют людей, но для полноты картины не хватает за асфальтированные дорожки и скамеек. Конкретные адресы и другие проблемы горожан прямо сейчас в мобильном приложении. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод «Эми». Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Это улица Едегиби 84-82. Детская площадка, все красиво, аккуратно. Тут, ну, единственное, такой, между ними такая колья, дорога, ухабы. И, короче, когда дождь, тут не пройти, лужи стоят, не проехать. Нельзя здесь сделать какой-нибудь небольшой скверик, положить брусчатку, лавочки, чтобы бабушки с дедушками сидели, смотрели за внуками, отдыхали. На крайний случай хотя бы засыпать это все дело щебенкой. Вот это, кто зовут, 40-38. Вот, смотрите, дерево вот разломалось, вот прямо в окна бьет, вот оно, пожалуйста. И второе уже висит, вот так же вот, разломалось, вот, висит. Пусть восстановить как. Это все надо обязательно, надо срочно надо отплить. Она висит, вот она. И с той стороны тоже так же. Катаева, 55. Колодец, который возле дороги, под ручеек бьет. Это из-под грунта, получается, вода пробивается, как видите. И, соответственно, это труба, которая уходит в сторону первого подъезда. И вот труба, она вся, в песке стоит. Вот, действительно, кусок углы железного вытворяется. И это все остальное, все песок и жиры. Вот это колокса, вот, по-любому почистить. Ну, соответственно, и тех, которые у нас тоже. И потом уже промывать всю трассу, потому что трасса загажена. Насколько я знаю, это дом. Мы, потому что обслуживаем соседнюю организацию. Здесь все загажено, все-все другое. Завод «Эми» – единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки «Эльбрус». Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия – до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы «Эльбрус» реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости. Ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод ЭМИ. Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 0403 или на сайте pzmi.kz. Через пару месяцев в Павлодаре наступят холода. Сколько многоэтажек уже готовы к отопительному сезону, узнаем в нашей традиционной рубрике «Коммунальная сводка». Привет, Артем! Сейчас расскажу. Здравствуйте! Из 1308 многоэтажек в Павлодаре к отопительному сезону на 100% готовы 468 домов. Остальные 840 еще в работе. Информация об этом размещена на инстаграм-странице городского отдела жилищной инспекции. Кстати, данные регулярно обновляются, так что узнать о том, как продвигается подготовка к зиме, можно онлайн. А я напоминаю, если у вас проблемы со светом, водой или с обслуживающей организацией дома, приглашайте коммунальную сводку по номерам, указанным на экране. Наши корреспонденты приедут и расскажут о вашей ситуации в эфире новостей телекомпании «Ирбис». Артем, передаю слово тебе. Жестокость людей не знает пределов. Павлодаре неизвестные сломали коту конечности и бросили на трассе умирать. Но бедолагу удалось спасти благодаря волонтерам. Жительница города Алена Аша Удербаева приютила малыша. Правда, его лапки пришлось ампутировать. Этот малыш не зря носит кличку Лаки – счастливчик. Его вывезли на трассу умирать с переломанными лапками. Только благодаря волонтерам удалось сохранить коту жизнь. Но конечности было уже не вернуть. Реабилитацию он проходит под контролем невероятно доброй хозяйки – Алены Шаудербаевой. Найден он на трассе с спинальным. Ну то есть у него поврежден позвоночник. И у нас сейчас уже закон вышел о жестоком обращении с животными. Люди, чтобы не нести ответственность, выкидывают животных, которых они травмируют, которых они не стерилизуют. Хотелось бы, конечно, сохранить его лапы, но уже было очень слишком поздно, поэтому пришлось их ампутировать. Меня всегда волнует вопрос, что движет вот такими замечательными людьми, как вы. Тут не все берут, знаете, животных здоровых, да, уже привитых, а вы берете тех, кто пострадал, ампутантов, да, больных. Вот откуда это, да, откуда у вас это? Я не знаю, как это объяснить. Это сердце, это любовь, это душа. Ну это же беззащитное животное. Женщина не может скрыть слез, когда речь заходит о бесчеловечности в нашем обществе. Благо есть те, кто отозвался и пришел на помощь хозяйке и ее питомцу. Современные герои, как выясняется, плащей не носят. Вместо этого они печатают на 3D принтерах и работают в специальных приложениях и программах, где проектируют приспособления, которые значительно облегчают и помогают травмированным животным. В частности, в Павлодаре этим самым занимается Иван. Иван ночи напролет трудится в своем офисе. Парень чертит сложные схемы и уравнения, выверяет все до мельчайших деталей, а потом проектирует механизмы для животных. Я увидел пост в Инстаграме, где увидел такую проблему, как животные с ограниченными возможностями и подумал, что я могу внести свой вклад и немножко помочь в этом деле. Тем более, можно сказать, так на благотворительной основе. Плюс получить какие-то дополнительные навыки. Использовал искусственный интеллект вместе с этим, плюс моделирование, проектирование, немножко анатомию изучил кошек, изучил какие уже были примеры таких колясок и спроектировал что-то свое. Уже совсем скоро Лаки будет снова бегать, но при помощи специальной инвалидной коляски. Печать на 3D-принтере займет порядка недели. Мы же продолжим следить за судьбой счастливчика. Артем Буланов, Дамир Ешанов, телекомпания Ирбес. Павлодарские мастера смешанных единоборств вошли в состав сборной Казахстана. Они выступят на чемпионате мира по ММА в ОАЭ. Три файтера из прертыща будут представлять наш регион. А еще больше новостей спорта через мгновение и даже не вздумайте переключать. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. М-м-м, какой вкусный пирог! Челлен молодец! М-м-м, какой вкусный пирог! Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров. Российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек. Проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малообъездная 4-5. Контактные телефоны 8771-425-7002 и 8771-475-7002. Сегодня в Париже стартуют Олимпийские игры, а повладарцы во Франции держатся вместе, что доказывают их совместные снимки. Тем временем по итогам жеребьевки определились первые соперники сборной страны по боксу, которую тренирует наш земляк Марат Крыкбаев. Назам Козыбай встретится с Джорданой Сорентино из Италии. Карина Ибрагимова протестирует Эшлен Лассадо из Пуэрто-Рико. А Валентина Хальзова будет боксировать с Атейн Байлон из Панамы. Тем временем в Экибастузе прошел один из знаковых матчей 17-го тура первой лиги. Наших земляков экзаменовал клуб из Алматы. Героем первого тайма мог стать Мирас Турлыбек. На 13-й минуте один из лучших снайперов-горняков завел эффектный гол ворота гостей. Спустя некоторое время получил шанс оформить дубль и комфортное преимущество своей команды. Но выйдя один на один с голкипером, не смог его переиграть. Пропустив мяч, алматинцы добавили прессинга в атаке. На поле завязалась обоюдоострая борьба. И во втором тайме футболисты Хантенгри восстановили равенство. Мирас Рихард отразил первый удар, с повторным не справился. Цифры на табло сравнял Рахим Жанов. Чуть позже, получив второй горчичник, он покинул поле. Гости остались в меньшинстве, что осложнило им задачу отыграться. К этому моменту Экибастуз цивили 2-1. Второе взятие ворот на счету Даниила Кокенова. Футболист Экибастуз, одержав волевую победу, поднимается на седьмое место в чемпионате первой лиги. В активе горняков 26 очков. Столько же у команды Улытау и Каспий, но в турнирной таблице они занимают строчки чуть выше. Еще один шаг к золотым медалям сделали футболистки Аксу. Женский чемпионат Казахстана среди спортсменок до 15 лет. Один из самых захватывающих турниров в стране. Команда из Павлодара в третьем туре встречалась с ЖТСУ. Футболистки Аксу проходят весь турнир очень уверенно. Матч против ЖТСУ исключением не стал. Команда Алибека Джусупова прошла соперника на классе. Ксения Крашкевич отличилась уже на первой минуте поединка. А потом было тотальное доминирование клуба из Преертышья. Игра сложилась для нас удачно. Ну, как сказать, отметить надо всю команду. Это как бы командная работа. Девочки молодцы, выполнили всю установку. В начале матча игра не шла. Но, походу, первый гол придал уверенность. И во втором тайме уже сумели раскрепоститься. И забить еще четыре мяча. Другой лидер команды Полина Орланова оформила в этом поединке дубль. Также себя прекрасно показала и Валерия Косарева. Она отличилась на 69-й и 70-й минуте матча. Соперницы смогли забить гол престижа. Итог 1-5. Павлодар впервые за долгое время примет масштабный турнир по боксу среди юношей. В наш город приедут команды из нескольких стран и многих регионов страны. Подготовка уже началась. Ветеран Павлодарской школы бокса Ертай Жеменкенов воспитал много талантливых спортсменов. Сегодня наставник проводит бесплатные тренировки для воспитанников детско-юношеского клуба «Сауран». Его бойцы, хоть и маленькие, но уже достигли больших высот. Сейчас идет мощная подготовка к чемпионату, который стартует в Павлодаре. Будет хороший международный турнир. Мы успешно готовимся к этому чемпионату. Первые поединки пройдут в конце июля. Хочется попросить родителей, чтобы как можно сильнее поддерживали своих детей и своих чемпионов. На турнире в Павлодаре выступят юношеские команды. Приедут две сборные из России. Также будут представлены бойцы из соседних регионов и столицы нашей страны. Волейболисты Казахстана занимают второе место в подгруппе на чемпионате Азии. Континентальный турнир Ю-20 проходит в Индонезии. Участвуют 16 сборных. В заключительном квалификационном матче наши уступили сверстникам из Южной Кореи. Но прежде победили соперников из Вьетнама и Таиланда. В составе команды выступает воспитанник Павлодарской школы Адильжан Болтабаев. В четвертьфинале казахстанцам теперь предстоит поединок против одной из лучших сборных этой возрастной категории. Волейболисты Ирана – семикратные чемпионы Азии. А юношеская сборная области завершает подготовку к национальному чемпионату. Тренировочный этап наши гонщики проводят на треке в столице. Предстартовый сбор Павлодарцы традиционно проводят непосредственно на базе, где пройдет чемпионат. Специализируются наши спортсмены в основном на равнине. В шоссейных гонках на треке же совсем другое полотно, скорость, а главное – крутые виражи. Не каждый наш молодой участник может психологически преодолеть сложный участок. На дистанции отрабатывают именно эти отрезки, но лидеры, отмечают наставник, не должны подвести. Надежда Нажуравского, Данила Петухова, Анна, который находится в составе сборной страны. Недавно на чемпионате национальном Петухова заняла третье место по женщинам и выполнила норматив мастера спорта. Сейчас она поедет в свой чемпионат, и поэтому там тоже ставки высокие. И плюс девушки младшие – это также Медведева и Наливайка. Национальный чемпионат стартует уже в выходные. Первые медали разыграют среди младших юниоров. Затем гонки продолжат старшие юноши и девушки. Всего будет распределено в каждой возрастной группе по пять комплектов наград. Это были новости спорта, но мы не прощаемся. Впереди специальный информационный блог. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас в студии работал Артем Буланов. Смотрите лучше. Читайте первыми. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА